Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я буду говорить о Турции. Очень много было просьб поговорить о Турции, о турецкой идентичности, о турецком государстве, о турецкой демографии. Как же возникла турецкая идентичность? После битвы при Маннескерте в 1071 году началось активное проникновение агузских племен на территорию современной Турции. Начали возникать Тюркские Эмираты. Этот процесс вплоть до захвата Византийской империи, взятия Константинополя в 1453 году, взятия и уничтожения Трапезунской империи в 1461 году и завоеванию большинства армянских княжеств на территории современной Турции к концу 15 века впоследствии привел к образованию мощной Османской империи. Итак, территория Турции составляет 781 тысячу квадратных километров. Население Турции превышает 82 миллиона человек. Что представляло собой современная территория Турции 950 лет назад, когда началось проникновение турецких, точнее в то время сельджукских военных отрядов на территорию современной Турции? В то время приблизительная граница, если вы посмотрите на карту Турции, этническая между греками и армянами, проходила, если провести линию от Черного моря через город Анкару, столицу Турции, к Средиземному морю, вы приблизительно поймете, на каких территориях преобладали армяне, за исключением Трапезунда, Трапезунского вилоэта, Трапезунской империи, и с учетом большого греческого меньшинства в армянской гелигии. Итак, к востоку от линии Анкара преобладало армянское население, к западу греческое. Приблизительно обе части имели население около 10 миллионов человек в совокупности, то есть по 5 миллионов. При этом мы должны учитывать, что если в армянской части греки составляли приблизительно 10% населения, греки и потомки эллинизированных малазиатских народов и армян, то в греческой части армяне составляли 30% населения, и эти армяне составляли как из эллинизированных армян, так и из армян, которые конфессионально относились к армянской апостольской церкви, так и потомки армян-павликиан. Армяне-павликиане – это первое протестантское движение в мире, можно сказать, что это движение является основой мирового протестантизма. Оно дало начало богумилам, которые жили на территории Балкан, богумилы дали начало французским катарам, и впоследствии, мы уже знаем, это чешские восстания Гуса и далее рождение протестантизма. Большинство армян, назовем их условно протестантами, Балкан, впоследствии сменило свою религиозную идентичность на ислам, и сейчас потомки этих армян называются частично босняками и полностью болгарскими помаками, македонскими торбешами, косовскими гаранцами и более мелкими группами славян-мусульман. Также потомками армян-павликиан являются банатские болгары, которых около 150 тысяч, которые населяют крайний запад Румынии, румынскую часть баната, банатские болгары. Помаков более миллиона, торбешев и гаранцев совокупно около 300 тысяч. Это потомки армян-павликиан, армян-протестантов. При этом на место армян, уничтоженных в геноциде, во время геноцида армян, турки как раз и переселили помаков, около полумиллиона, сейчас их намного больше, на те же самые места проживания. Уничтожив армян, верующих армянской апостольской церкви, армянской католической церкви, турки переселили мусульман-помаков, потомков армян-протестантов. Для Турции всегда было важно заселять территории лояльным населением. Для турков, я имею в виду руководство Турции, Османской империи, всегда было важно не происхождение этого населения, они в этом не копались и особо не разбирались, а лояльность. Вплоть до 18 века на этой огромной территории, половине современной Турции, армяне составляли, вплоть до начала 19 века, армяне составляли более 90% населения. Сейчас армян на этой территории всего лишь 10 тысяч человек, если говорить об армянах-христианах. Если мы будем говорить о криптохристианах, людях, которые втайне исповедуют христианство, их еще около 100 тысяч, но даже эти 110 тысяч, это очень незначительное число. Основную массу населения составляют армяне-мусульмане, которые на территории трех турецких Армений, а какие есть три турецкие Армении. Это большая часть, это большая или великая Армения, как она называется, Мэтс-Хайк. Это малая Армения, Покер-Хайк, которая находится в центре современной Турции, и это Киликия. На этих территориях проживает более 7 миллионов исламизированных армян. 100 тысяч армян-скрытых христиан, и около 10 тысяч армян, которые открыто говорят о своей национальности, являются христианами. Также на территории Турции проживает более 50 тысяч армянских цыган-боша, которые сохраняют армянский язык, в отличие от большинства армянского населения. Итак, вернемся в XI век. В XI веке население совокупной территории современной Турции превышало 10 миллионов человек. И вот эти 10 миллионов человек были покорены приблизительно 50 тысячами туркоманских, туркменских, агурских войн. Как это произошло? Как это вообще было возможно, учитывая, что в то время армяне и греки по отдельности обладали несравненно более мощными армиями? Что в то время армянские вооруженные отряды огромной численности находились как на Северном Кавказе, так в Египте, так в Италии, так и на территории персидского государства. Почему же ни армяне, ни греки не могли оказать сопротивление? А именно потому, что между армянами и греками, двумя единокровными родственными народами одного корня и одного происхождения, шла война. Война религиозная. Греки хотели эллинизировать армян и сделать так, чтобы армяне стали диофизитами, то есть православными. Армяне же стремились сохранить свою национальную идентичность и остаться миофилитами. Соответственно, турки воспользовались этой войной между армянами и греками, этой борьбой двух больших этносов и постепенно создавая свои эмираты, предоставляя важные налоговые преференции, отменив право майората, когда, например, в армянских дворянских семьях феодал передавал землю и замок только старшему сыну. Младшие сыновья оставались без ничего. Так вот, турки предложили, и в греческой и византийской части было то же самое. Так вот, турки предложили, что если младшие сыновья принимали ислам, а младших сыновей семьи были бы многодетные, было много, то они получали право на землю и им не нужно было покидать родину и перемещаться на территорию Крыма, либо Италии, либо Северного Кавказа, либо Центральной Азии, либо Египта. Поэтому мы должны учитывать, что, во-первых, большая часть армянской тяжелой конницы в то время находилась за пределами Армении. Значительная часть, очень высокий процент мужского населения находился в монастырях, куда армяне шли для того, чтобы таким способом гарантировать себе армянские мужчины попадание в рай. И они совершенно не заботились о том, чтобы охранять свою землю. Кроме того, более удобный способ торговых отношений, предложенных турками, и вопрос, турками ли я, предполагаю, что это были уйгуры, очень развитый на то время народ восточного Туркестана, смог поломать систему, которую предоставляли армянские феодалы. Также хотел бы отметить, что армянская церковь, армянская апостольская святая православная церковь, находилась в конфликте, серьезном конфликте с армянскими князьями, с армянскими царскими домами. Соответственно, мы должны понимать, что в такой борьбе для церкви было выгодней, когда турки осваивали эти территории. Тогда еще такого народа, как турки, не было. Формировались сельджуки, потом формировались османы. И скажу следующее. Фактически эта борьба шла около 400 лет. Все эти 400 лет приблизительно на половине территории современной Турции существовали греческие, армянские, христианские образования. Византийская империя, Трапезунская империя, Армянское Киликийское королевство, Амшенское княжество, Шатахское княжество, княжество Сосна, княжество Зайтун и множество других небольших, более мелких княжеств. Эти княжества сосуществовали с мусульманскими эмиратами. Они роднились. Были знаменитые исламские династии армянского происхождения, потому что многие армянские войны и многие феодалы принимали ислам добровольно. Необходимо это учитывать. Ислам был динамичной и развивающейся религией. А теперь о проценте тюркского восточного генома в современных турках. Я уже сказал, что на 10 миллионов населения приблизительно прибыло 50 тысяч войнов. Этим объясняется современный мизерный процент тюркского генома в современных тюрок. Это всего лишь 2-3 процента. И любой другой азиатский геном еще составляет до 5 процентов. Итого только 7 процентов. То есть современные турки, европейцы на 93 процента и азиаты на 7 процентов. Вот что представляют из себя современные турки. Безусловно, учитывая, что они формировались на греческих и армянских этнических территориях, то в 93 процентах европейской крови у турок, 5 шестых это греческая и армянская части. Соответственно, по данным генетики, 40 процентов современного турецкого генома имеет отношение к армянскому геному. Около 30 процентов турецкого генома имеет отношение к греческому геному. Это если мы говорим о турках. Но есть еще и турки курды курманжи. Народ подгруппа курдов, которая создана на армянской основе. И основную массу аширетов, этого субэтноса курдов, которых в Турции проживает около 15 миллионов, составляют исламизированные, курдизированные армяне. Вот в общих чертах я вам рассказываю, что это из себя представляет. Теперь о лингвистике. Если поговорим о лингвистике. Около города Трапезунда в окрестностях, это южное побережье Черного моря, проживает около 300 тысяч исламизированных греков. В быту до сих пор старшее поколение и среднее поколение во многих селах использует греческий язык. Понтийский диалект греческого языка. Их свыше 300 тысяч. Они проживают вокруг города Трапезунда. Как на запад, так и на восток. На восток и на юг от них проживают армяне хумшиацы, или хамшены. Это армяне-мусульмане. Число их в Турции приблизительно 2 миллиона человек. В местах традиционного проживания их около 400 тысяч. До 70 тысяч из них говорит на амшенском, хомшетсма, диалекте армянского языка до сих пор. Если вы поедете в турецкий город Хопа на границе с Грузией, с Аджарией, то вы увидите, что большая часть населения города состоит из армян-мусульман, которые продолжают говорить на армянском языке. Другими крупными массивами, которыми представлены армяне в Турции, является центральная провинция Дерсим, где приблизительно 75% местного народа Димлик-Заза являются потомками армян. Подобные крупные массивы исламизированного армянского населения также проживают в северо-восточной Турции, так как это потомки армян, которые сначала перешли в диафизитство, в православную веру, перешли, соответственно, на грузинский язык, стали грузинами, а потом были исламизированы и стали турками. Они остались в традиционных местах своего проживания. Приблизительно во всех крупных городских центрах от 12 до 25% населения представлены исламизированными армянами. Большая часть этих армян знает о своих корнях и не признает свое армянское происхождение, так как в Турции быть армянином – это оскорбительно. И учитывая последствия геноцида армян. После геноцида армян около 400 тысяч женщин-армянок остались в плену в Турции. Каждая из них родила от 7 до 15 детей. Вы должны понимать теперь, кем являются современные турки. Учитывая, что отцы этих детей турки также имели либо полное, либо частичное армянское происхождение. Вот почему в Турции запрещены работы в архивах. Вот почему, когда открыли архивы, каждый турок стал находить армянских, греческих и в меньшей степени ассирийских и других предках. Вот что есть Турция. Турция – это империя, где на идеологеме была построена нация. Нация, которая предъявляет собой греческо-армянских метисов с преобладанием на востоке армянского элемента, на западе греческого элемента. Кратко о Турции я вам рассказал. Любые дополнительные вопросы можете писать в описании к данному видео. Надеюсь, что звук был хороший. Прошу вас ставить лайки под этим видео. Прошу вас рекомендовать канал Avagan Live своим друзьям. Становитесь спонсорами канала. Будем вместе распространять информацию. Спасибо вам большое.